У нас сейчас будет еще одно необычное служение, необычная молитва. Давид, Лена, пожалуйста, я хочу, чтобы вы прошли вперед. Сегодня они перед церковью и наследие, которое Господь подарил им, доченьку Миланию, они принесли, чтобы Господь благословил. Чтобы действительно вот та милость, охрана, защита, она пребывала над ней с ее ранних лет. Интересно, Христос особое внимание уделял этому служению. И у нас тоже в церкви этому особое внимание. Когда родители приходят, и мы среди служения можем остановить, прервав программу, можем совершать эту молитву, особую молитву. Молитву, когда Господь Сам свои благословляющие руки ложит на детей и говорит Слово, говорит всем нам. Удивительно, да? Обращаясь ко всем, кто окружал Его, звучало Слово. Если вы не будете такими, как вот дочка Давида и Лены, в Царствие Божие не сможете войти. Мы должны быть как дети. И это слово сегодня к нам звучит так же. А к ним звучит слово о том, что они должны быть теми родителями, которые не просто будут учить Словом, а учить будут своей повседневной жизнью, передавая все те глубокие истины познания Господа, чтобы секрет жизни благословенной. Он открыл был с ранних лет. А слова, которые Бог сам повелел говорить, когда мы хотим благословить кого-то, я прочту сегодня для вас и для вашего наследия, для вашей доченьки. Потому что эти слова сказал сам Бог. А Его слова имеют силу, огромную силу. И мы все понимаем это. И сегодня перед лицом церкви, перед лицом неба я хочу эти слова произнести и направить именно к Милане. Она сегодня слышит, но, может быть, не до конца еще понимает и осознает те вещи, которые происходят. Но слова Господни, они совершают действие. Моисей сказал, скажи Иарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых. Если вы хотите, чтобы мое благословение прибыло на детях Божиих, на его народе, говорите эти слова. Да благословить тебя, Господь, и сохранить тебя. Знаете, как это много. Да благословить тебя, Господь, и сохранить тебя. Да презрить на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебе и даст тебе мир. Глубокие слова, сильные слова. Не просто пусть Господь тебя благословит, а заметили, да, вот эта форма обращения, да, благословить тебя Господь, оно будет так, потому что, это Бог сказал, да пребудет благословение Божие на вашей дочери, на вашей семье, чтобы вы были светом и солью и испытывали благословение и делились им с другими. Аминь. Я призываю всю церковь, чтобы мы могли встать, и я попрошу, чтобы Лена помолилась, Давид помолился, и потом я совершу молитву. Дорогой Господь, я тебя благодарю за этот день, я благодарю Тебя за то, что мы могли перестать перед Тобой и молиться за нашу дочку, Господи. Я очень благодарна за нее, за то, что Ты нам ее подарил, за то, что она здоровая, красивая, умная, Господи. Я прошу Тебя, благослови ее жизнь, чтобы она росла, и дальше быть здоровой. Я прошу Тебя, Господи, сохрани ее сердце и будь в ее жизни вечно, чтобы она могла прийти к Тебе и любить Тебя, Господи, больше, чем мы даже любим Тебя, Господи. Я прошу Тебя, дай мне мудрость и силы, и любовь, и терпение, и все, что мне нужно, чтобы я могла быть такая мать, которой Ты хочешь, чтобы я была для нее, Господи. Благодарю Тебя за мою семью, которую Ты даешь. Аминь. Боже мой, я благодарю Тебя за этот день. Спасибо, что Ты даешь нам эту возможность привести милу перед церковью, чтобы получить благословение. Я прошу Твое благословение на нашу семью, дай мне, как глава семьи, мудрость, как воспитывать ее, как показывать ей примеры, дай Леночке силы и мудрости, и терпения также. Благослови, милочку, дай, чтобы она выросла и любила Тебя, и служила Тебе всем сердцем своим. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что по слову Твоему можем приносить детей наших на руках молитвы к Тебе. Я верю, Господь, что Ты даешь свое благословение, и я прошу за милочку Господи. Благослови ее всеми своими благословениями, которые есть у Тебя, Господь. И пусть Твой мир, охрана и защита, милость и любовь по слову Твоему пребудут на дне в ее жизни, чтобы, возрастая, приходя в возраст, Господь, она познала Тебя, служила Тебе. Я прошу, чтобы Ты благословил ихний дом, благословил Давида как священника в доме, Лену как маму, помощницу Господь, та, которая устраивает семейный очаг, чтобы, Господь, они были добрым примером для нее. Мы ее отдаем в Твои руки, поклоняемся и благодарим Тебя за то, что Ты по слову Твоему даешь все это и благословляешь наследие наше. Аминь. Братья и сестры, давайте мы сможем один куплет. Мой дом и я служить хотим, чтобы мы все вместе спели этот гимн. И хочу, чтобы вот эта книга Библия, она стала ее Библией. И когда она будет подрастать, чтобы вы из этой книги могли читать, наставлять. И Божие благословение действительно по слову было в ее жизни. Подарок от церкви. Давайте один куплет. Мой дом и я. 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 Мой дом и я.